приветствую коллеги ассалам алейкум мирному вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен тому как определить как узнать версию вашего линукса если вы на месте если вы готовы с вас плюс в чат ну а я буду начинать для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин гиросименко и сертифицированный инструктор академии циска и линукс профессионал института кандидат технических наук по специальности информационной технологии но здесь я представляю университет садиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру они специалистам повысить квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированные кадры мастер-класс это новый формат обучения основанный на принципе леонид байдует обучение на практике ну или практическое обучение соответственно коллеги я буду все рассказывать показывать объяснять демонстрировать ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся вот те самые знания умений навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше ну и вообще изменить свою жизнь к лучшему к стабильному прогнозируемому лучшему поэтому присоединяйтесь итак поехали что важно коллеги сегодня у нас такой жизненный мастер-класс где вы научитесь определять узнавать что же вас за линукс дело в том что это часто так бывает что вас находит какой-то клиент заказчик и просит настроить или там до настроить или изменить параметры какого-то там сервера до какой-то там службы соответственно вы подключаетесь к этому самому серверу и вот здесь самый первый самый важный вопрос что же это за сервер что там за линук стоит какая его версия как с ним работать да и соответственно вот сегодня вы как раз и научитесь узнавать какую версию линукса используется да то есть что там за система как и так дальше то есть вот давайте такое сегодня мы с вами проделаем и так для того чтобы вам легче было выполнять сегодняшний мастер-класс специально для вас я написал статью в нашем блоге ссылку на эту статью вы найдете под видео в описании видео в чате поэтому пожалуйста переходите по ссылке и вы у вас сто процентов получится мастер-класс вы легко сможете сделать control c control в потому что на видео не всегда вообще видно а дальше следующий важный момент то что у меня есть три пациента вот один пациент второй пациент третий пациент что это за системы да то есть какая версия здесь линуксов стоит пока как говорится история умалчивает но мы с вами сегодня попытаемся определить что же ты это такое да и соответственно попробуем вот как бы выяснить поэтому тоже поищите какой-то линукс наверняка вас там что то есть под рукой ну и соответственно попробуем выяснить что же это за линукс там стоит и так поехали значит первое что важно значит ну как бы есть несколько вариантов как узнать что у вас за система ну и начнем мы знакомство со всем этим делом с помощью команды юный соответственно команда юным она позволяет вывести версию ядра название выпуска и собственно аппаратное обеспечение до этом вот я переключился на свой первый пациент пишу юный и соответственно вот ничего не пишет дам юный пишет что это просто линукс поэтому коллеги нужно наверняка почитать help да то есть юный пробел минус минус help и вот здесь вот смотрите можно много чего вывести там до процессор hardware платформ но самый важный ключик это наверно ол да ол соответственно если вы напишите юный подавайтесь сотрем все clear юный минус и то вот пожалуйста сразу видно что это такое у меня там до версии ядра выпуска там вот архитектура там да все это дело видно и так это первый пациент на давайте смотрим второго пациента юный так юный так юным еще раз юным так 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 где мне консоль так хочу оборвалась совсем так 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 повисло повисло моя консоль так это это тоже повисло повисло из-за плохого интернета и так восстанавливаем связь и так пациент номер два юный минус эй и что же мы здесь видим видим то что вот такая вот у меня собственно система дальше на третьем пациенте делаем аналогичным образом юный минус эй и соответственно тоже все видно да тоже все видно вот вот такая вот команда расскажите что-то не очень понятно вот что и что это такое да то есть тут в принципе уже появилась надпись ubuntu до 1 пациент здесь тоже вот ubuntu generic означает что ядром сам я не собирал да то есть она и стандартные вот архитектуру видно вот дальше здесь 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 написано ел ел это скорее всего что означает означает что это что-то редхет овске да ну все равно коллеги этого недостаточно да потому что ubuntu очень много очень много этих всяких там редхетов поэтому как бы совсем все не очевидно поэтому команда юный в принципе не хочет нам подсказывать что где но в принципе можно тоже что-нибудь да узнать о вашей системе поехали дальше вариант номер два это попробовать посмотреть через виртуальную файловую систему прок давайте тоже попробуем и вот посмотрим что же нам система будет говорить итак я возвращаюсь на свой на первый пациент и соответственно делаем кет етк и тк прок прок вершин вершин да и соответственно что мы видим мы видим по сути то же самое да то есть по сути слэш прок слэш вершин показывает то же самое что юный минус а давайте попробуем на втором пациенте так прок вершин и посмотрим что здесь здесь фактически то же самое да то есть ничего нам толком не выводит пишет ubuntu а вот и все дальше третий пациент кет прок вершин что у нас здесь значит здесь вот такая вот штука тогда с нтс орх но все равно коллеги от хэд 4 8 5 39 все равно этих от хэдов как собак не резаных и в принципе не очень понятно хэ не очень понятно да то есть с прок вершин в принципе то же самое что юный им особо ничего не выяснишь но тем не менее да то есть картина как бы рисуется но не точно но не точно самое интересное или скажем важный файл это етк о с релиз и вот здесь вот и будет написано что же у вас за операционная система конкретно я переключаюсь на первого пациента и делаю кэд слэш етк слэш о с релиз нажимаю enter и вуаля вот она коллеги сразу будет видно версию моего линукса и собственно всю самую важную информацию соответственно что у меня убунта вот она до 1404 6 лтс вот вершина идти пожалуйста все видно да то есть пожалуйста все видно и это очень здорово теперь я точно знаю что у меня за система я бы сказал очень точно да дальше переключаемся на 2 пациента на 2 пациента на 2 пациента кет етк с минус релиз соответственно вот пожалуйста вторая система у меня вот у бунта да у бунта что за у бунта 20 0 4 . 3 опять-таки четко сразу видно что у меня за система и это очень очень здорово так ну что давайте третьего пациента посмотрим значит третий пациент клеер так делаем кет етк лсб ой лсб о с минус релиз о с минус релиз и соответственно вот пожалуйста видно что у меня за линукс что у меня за линукс коллеги у меня с англома линукс до 7 версии 7 версии с интересы от хелфедора вот она до вершин айди 7 то есть по сути это у меня вот с нтс седьмой версии вот мы и выяснили да то есть вот таким вот образом home юрел да то есть можно перейти вот сюда и почитать дальше там и жюз и так дальше здорово да то есть вся важную информацию мы вот узнали вот таким вот способом здорово да поехали дальше еще варианты так алики дальше вот если у вас все получается как у меня если вы выяснили что же у вас за система пожалуйста напишите цифру 1 в чат и это означает что вы супер молодец что вы теперь знаете какая у вас система стоит да и в принципе когда понятно что за система то ты уже дальше начинаешь понимать куда двигаться итак едем дальше еще один вариант узнать что за версия за системы это команда lsb релиз но и лсб это собственно для так для у бунты давайте переключимся еще раз на первого пациента и соответственно здесь напишем lsb lsb минус релиз а видите здесь даже такой команды нет или надо подсюда и запускать не знаю давайте lsb релиз видите не запускается lsb нижнее подчеркивание релиз да вот lsb мод ага это какой-то модуль так нет у меня lsb релиза оказывается но здесь говорится что можно попробовать поставить поставить да вот но по моему команда есть еще таким такой вариант кет етк 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 lsb минус релиз да можно вычитать вот этот файл и в принципе вот она короткая информация то есть не обязательно ставить саму программу lsb релиз но можно попробовать поставить кстати суд а а пт инсталл lsb минус релиз лиз и соответственно посмотрим как она установится и что это будет а из already installed хорошо отчет тогда не запускается наверно под суда нужно до суда lsb минус так не хочет но наверное эта программа делает файлик в етк еще раз кет етк lsb релиз вот пожалуйста система мне пишет что у меня убунда 14 версии да давайте пробуем второго пациента второй пациент которая 20 у бунта давайте тоже попробуем кет етк lsb релиз вот пожалуйста сразу четко без всяких как говорится перегрузов вот мозга вашего сразу видно что за система и так попробуем сделать на моем сантуэси сангома оси скажем тогда сангома ос вот clear clear и так значит здесь делаем кет в принципе тот же самый етк ls lsb да как он тут правильно а redhead вот вот как правильно redhead вот так да ёлки так не а не хочет а он наверно здесь не стоит вообще у меня да значит юму инсталл минус сангома оси даже нету такого такой программы там то есть то есть вот такая вот интересная штука да поэтому самый наверное надежный вариант это файлик етк с релиза здесь все-таки четко написано что же это за система вот такие вот варианты коллеги узнать что же за система да вот и соответственно попробовать все это дело выяснить то опять-таки видите не во всех дистрибутивах все это дело тоже есть тоже есть но опять-таки да то есть вот сангома с это free pbx для тех чтобы в этом голу говорится не ломали что это такое то вот как бы это айпи телефоне это сервера пи телефоне и так еще один вариант узнать что такое какая версия вас операционной системы это с помощью команды ху хостные мктр давайте тоже попробуем все это дело повыяснять и так я переключился на первого пациента давайте здесь тоже попробуем это дело все вести значит хостные мктр соответственно ну вообще эта команда для установки имени компьютера но тем не менее здесь есть такой раздел operating system и пожалуйста вы сразу можете выяснить что у вас за операционная система вот ну а тут вот версию ядра тоже будет в принципе видно дать generic означает что ядро стандартное без то есть я сам его не собирал то же самое давайте выполним на на втором пациенте значит хостный котел и соответственно здесь тоже вот видно что это такое что-то такое машин айди десктоп вот она до operating system ubuntu 20 04 3 да то есть вот она тоже сразу мы выяснили тоже ядро дженерик пожалуйста все вот она дальше третий пациент коллеги третий пациент это который с англома до который с интерес итак смотрим хост нейм котел и соответственно вот мне система здесь и напишет operating system с англома linux 7 да то есть вот она сразу понятно что это такое но вот тоже четко понятно без всяких как говорится вариантов поэтому вот таким вот образом все это дело можно выяснить и будет весьма полезно вам вообще все это дело знать и так коллеги если у вас все получилось как у меня пожалуйста напишите цифру 2 в чат это означает что вы супер пупер молодец да это значит что вы супер пупер молодец пожалуйста потренируйтесь еще раз это весьма важны жизненные такие ситуации когда нужно выяснить вообще что за система и как с ней работать если вам был был полезен сегодняшний мастер-класс коллеги оцените его лайком в подобайкой нравликом ну или просто поставьте палец вверх коллеги предлагайте темы для будущих мастер-классов все наши мастер-классы они в основном по вашим заявкам это может быть вам что-то непонятно может что-то не получается может вы хотели бы вообще для себя какую-то тему как говорится открыть или выяснить поэтому предлагайте в чат в комментариях темы для будущих мастер-классов мы с удовольствием для вас это дело все выполню ну а если для вас интересна тема линукса сетей кибербезопасности программируемых систем то я вас приглашаю к нам на курсы где вы сможете систематизировать все ваши знания вот в таком вот формате леным байдуин я делаю вот не всегда все получается но тем не менее делаю да вы за мной все повторяете как результат легко да то есть вот вот ничего сложного нету вы систематизируете все ваши знания на выходе будут у вас международные сертификаты и что важно мы еще помогаем с трудоустройством в этом добро пожаловать собственно коллеги на этом все ассалам алейку мир тому вашему берегите себя своих близких несите тяготы друг друга помните что сила в единстве поэтому если что-то не получается то пишите комментарии под видео напишите в мой личный ватсап все что в наших силах вся наша команда будет вам помогать на этом все до свидания